Ежегодно Комитет государственного контроля Гродненской области проводит контрольные мероприятия по выявлению нарушений в школах. Все для создания безопасных и комфортных условий для пребывания детей в учреждениях общего среднего образования. Мониторингом была охвачена 331 школа. Это 100% учреждений образования области. В данных мероприятиях были задействованы ведомства разной направленности. МЧС, санэпидемстанция, ЖКХ, технадзор и многие другие. Помимо мониторинга, который проводят эти службы, к делу подключают еще и родителей, для которых безопасность детей на первом месте. Для них ежегодно в начале учебного года проводят горячую линию. Такая состоялась и в прошлую пятницу. К слову, в течение дня ни одного звонка от родителей не поступало. По результатам контрольных мероприятий было выявлено 973 нарушения разной направленности. Следует отметить, что на сентябрь месяц в области уже устранено порядка 70% от выявленных нарушений. Если брать по тому плану, который был составлен на устранение нарушений по срокам, то 2020 год практически 100% выявленных нарушений были устранены. Там буквально остается 6%. При этом комитетом государственного контроля продолжаются контрольные мероприятия. Выборочно выезжаем в учреждения образования, смотрим, насколько устранены нарушения, перепроверяем. Как отмечают специалисты, все ранее выявленные нарушения практически устранены. Так на 100% решена проблема с водоснабжением и водоотведением. Более чем на 80% улучшено санитарно-эпидемиологическое состояние. В целом на капитальный ремонт в этом году было израсходовано 9,5 миллионов рублей. Такая поддержка оказалась неоценимой для многих гродненских школ. В конце июля все работы строительные по кровле были завершены. И школа сентября встречает всех учеников в обновленном виде. Кроме того, в конце августа школа получила шикарный подарок в виде двух спортивных площадок. В этом году в нашей школе поменяли 8 оконных блоков на современные стеклопакеты. Ну и кроме того, был проведен ремонт в 9 учебных кабинетах. Несмотря на то, что учебный год уже начался, госконтроль продолжает проводить мониторинги и горячие линии. Все для того, чтобы учреждения образования Гродненской области отвечали всем нормам безопасности и могли полноценно функционировать. Редактор субтитров А.Семкин